Приветствую, с вами Олег Стивомофеев, основатель первой Росказычной Академии, высокоплачиваемых коучей и консультантов. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, что сегодня это одна из самых сильных возможностей для того, чтобы стартовать развитие онлайн как предприниматель. Именно коучинг или консалтинг. Почему? Потому что, кстати, если я не ошибаюсь, по данным Forbes, по данным Forbes, в США эта индустрия имеет примерно 100 миллиардов долларов оборот, годовой оборот англоязычного рынка, по данным Forbes. Я где-то это слышал. Хорошая новость следующая. Но я не могу сказать, что данные точно, но, наверное, не очень примерные. Могу сказать следующее. Рынок СНГ или русскоязычный рынок, он совершенно новый в этой индустрии. И сегодня что большинство делает? Если вы где-то видели в интернете, что люди продают свои знания, то как они обычно их продают? Они продают их через аудиокурсы, через видеокурсы, через онлайн-курсы и другими способами. PDF-книги, книги, другими способами, разными способами. Это сейчас рынок СНГ, продвижение информации. Он также не насыщен, но уже идет индустрия в эту сторону. Но очень мало людей работают один на один, что есть с сильным преимуществом. А вы уже знаете, почему большинство потенциальных клиентов хотят работать лично. Я показывал вам в прошлом видео. Вы это уже знаете. Если вы, кстати, видели первое и второе видео, рекомендую их посмотреть, чтобы у вас была более целостная картина. Поэтому сегодня буквально единицы людей делают коучинг или консалтинг профессионально на рынке СНГ. Эта ниша очень свободна. И чем раньше вы сможете в нее пойти, чем раньше вы сможете в нее пойти, тем быстрее и проще он будет там занять более сильную устойчивую позицию. И вас уже не будет интересовать, насколько сильно занят рынок. Особенно учитывая то, что вам не нужно слишком много клиентов для того, чтобы зарабатывать хорошие, приличные деньги. Теперь, есть пять этапов для того, чтобы запустить вашу практику. Пять этапов. Что нужно сделать? Первое, смотрите. Этап номер один. Давайте будем с вами рисовать. Будем рисовать. Этап номер один. Первый. Вы определяетесь с моделью. И я очень рекомендую начать развивать вашу экспертность. То есть вы понимаете, какая модель вам более приемлема. Вы знаете, что это может быть коучинг через вопросы, если ваш уровень экспертности более низкий сейчас. Это может быть консалтинг, если вы эксперт в нише. Это может быть коучинг на результате. Это является смесью коучинга и консалтинга. Поэтому первое, понимаете вашу модель. Как вы развиваетесь. И на этом этапе очень важно в себе начать развивать экспертность. Если вы еще не являетесь чем-то экспертом, найдите тему, которая вам нравится. Найдите ту тему, которая вам интересна. Не тяните с этим. И начните продвигать вашу практику как эксперт. Потому что происходит следующая штука. Смотрите. Многие думают, нужно быть в нише 20-летиями развиваться, чтобы получить результат. Но на самом деле, ваша практика сверху вас требована только тогда, уже тогда, когда вы можете вашему потенциальному клиенту помочь двигаться с точки А в точку Б быстрее, чем он бы мог это сделать сам. То есть, если, например, человек занимается, к примеру, ему интересно похудеть. И вот он примерно понимает, как это делать. Меньше есть что-то еще. Вы где-то узнали рекомендацию, как можно им помочь. Хотя бы одну. И дали ее ему. И у него прогресс увеличился, например, на 30%. Он счастлив, а вы ему помогли. Вот в чем идет востребованность. Чем, конечно, выше ваша экспертность, тем лучше. Но когда вы знаете хотя бы чуть-чуть больше вашего потенциального клиента, вы уже очень востребованы. А вам достаточно знать хотя бы больше 10%. Это будет более чем достаточно для начала. И что, как ни странно, большинство потенциальной аудитории вашей, которые есть в рынке, они этого не знают. Потому что они находятся на уровне 0. То есть, если мы нарисуем такой вот график, ваш потенциальный клиент находится на уровне 0% знаний, у вас их 10. А 10% в большинстве ниш можно обрести примерно за, ну, объективно, за 1-4 месяца. Если вообще нулевой, если вообще не нулевой. Иногда быстрее. Если есть время, можно быстрее. Соответственно, имея на 10% больше знаний других, вы можете уже и помогать тем, у кого их нет. Например, я не являюсь экспертом в фитнесе. Ну, по мне, в принципе, не скажешь, что я там качок и еще кто-то. Но я могу теоретически уже быть полезным и помочь человеку, который, например, хочет сбросить вес. У него там 20-30-40 лишних килограмм. Или хочет сделать нормальное тело тогда, когда он страдает, там, он сильно худой. Я могу в этом плане помочь. Потому что у меня есть уже потенциально чуть больше результат, нормальный. И я, если я прочитаю, например, там, пару книг, статей и выдержек чего-то, неделя времени пройдет, я могу давать знания по этой теме. И, соответственно, здесь один из самых больших мифов, которые люди могут заблуждаться, что нужны какие-то сертификаты, еще что-то. Не нужны. У нас, допустим, нет сертификата по обучению интернет-бизнесу. Хотя на наши тренинги проходят тысячи человек. Единственное, на что люди ориентируются, это результат. Все. Вы знаете чуть больше, вы развиваетесь. Соответственно, зная на 10% больше других, вы берете людей, начинаете с ними работать. Вы их развиваете. В то же время вы растете сами. Ваш уровень экспертности увеличивается. Это первая штука. Вам нужно понимать модель, через которую вы будете развиваться. И второе, это то, насколько вы будете быстро расти по отношению к вашей аудитории. Все. Все. Вторая штука, это рынок. То есть вторая вещь, которую нужно вам, с которой нужно разобраться, это рынок. Даже нет. Ваша аудитория. Ваша аудитория. Кто непосредственно является вашей самой целевой аудиторией. И здесь какая интересная штука в коучинге или консалтинге. Смотрите. Если в заблуждении у большинства людей такое. Мы думаем, что нам нужно будет искать клиентов, за ними бегать и ползать. Но когда вы работаете как коуч или консультант, помогая один на один. Это высокая степень ответственности. Многие хотят получить этот сервис, эту услугу, которую сегодня большинство людей не предоставляет. Здесь вы сами вправе выбирать, с кем вы работаете. Вы сами вправе выбирать тех, с кем вы работаете. И получается, не люди вас выбирают, здесь вы выбираете свой рынок. Вы выбираете. И вы выбираете следующее. Среди вашей потенциальной аудитории есть большое количество людей. Очень большое количество людей. В любой нише. Но ваша задача это выбрать тех, кто первое готов развиваться. И кто готов платить сразу. То есть у кого есть возможность платить вам. Вы можете отбирать людей. Вы не ищете тех, у кого там все очень плохо. Вы ищете тех, кому нужно. И кто готов за это платить. Все. Вам не нужно много клиентов для того, чтобы зарабатывать приличные деньги. 5, 10, 20 человек вам будет достаточно для того, чтобы вести хорошую практику. И зарабатывать очень хорошо, как коуч или консультант. Поэтому вы сами выбираете вашу аудиторию. Вам нужно иметь понимание идеального рынка. То есть кто подходит вам больше всего. Кто ваша аудитория. И вы знаете, что ваша аудитория исходит из двух потребностей. Из двух потребностей. Ваш потенциальный клиент. Он исходит из двух потребностей. У него есть либо проблема. Проблема. Либо у него есть желание. Чего-то достичь. Желание. Понимая это, идентифицируя их самые истинные проблемы, либо желания, вы преподносите им решение. Чем лучше вы это делаете, чем лучше делать стратегически, тем больше они к вам открыто принимают вашу идею. В нашем полном 5-недельном тренинге вы получите выжимку знаний по тому, как это делать наиболее эффективно. Прям вплоть до пошаговых скриптов, написанных текстов, идеи, как вы это делаете, как я это делаю, как вам нужно будет делать это в вашей ниши. Это у вас будет полностью. Но здесь нужно понять следующую штуку. Аудитория исходит из двух потребностей. Другая штука, проблема, она мотивирует в два раза больше. Мотивация проблемы, она в два раза сильнее. Поэтому можете исходить из этого. Соответственно, вы решаете потребности людей, вы зарабатываете. Третья вещь, которая нужна. То есть это у нас, давайте так будем, постараемся сделать красиво. Это первое было. И теперь мы сделаем где-то здесь третье. У нас есть 5 этапов. Этап номер три. Этап номер три – это маркетинг. Это очень интересная штука. На самом деле кажется, что все просто. В принципе, так и есть. У нас все 5 этапов. Но самая важность состоит в деталях. Самая-самая-самая нужная цена для вас – все находится в деталях. Мы над этим будем прорабатывать полностью в нашем тренинге. Вы получите все в полной мере для того, чтобы запустить практику успешно. Маркетинг, он исходит из двух потребностей. То есть, точнее, из двух направлений. Первое. Вы получаете клиента. Вы получаете клиента. Это первое направление. Маркетинг – работе коуча и консультанта. Если вы пишете, я вам очень рекомендую записывать. Вы получаете клиента. А второе. Они хотят вас. Одна и вторая модель очень работающая. В нашей программе мы это все с вами разработаем. И вы выберете для себя более удобную. Конечно, большинство из вас в итоге вы придете к тому, что клиенты будут сами вас находить. Но это, соответственно, две разные модели, которые работают. Ваша задача сделать так, чтобы, смотрите, на первом этапе при запуске большинство из вас будет отрабатывать следующую штуку. Мы с вами поработаем с тем, как вы получаете клиента. Это можно делать очень быстро. Но в итоге мы придем к следующему этапу. Вы сможете это использовать дальше. То есть вы сами находитесь в поиске клиента. Но в работе через коучер и консультант сейчас дам очень интересную идею. Вот слушайте. Для многих из вас, скорее всего, откроют совершенно новый концепт восприятия. Все строится на определенном уровне психологии. Теперь подумаем. Как можете вы сделать так, чтобы клиенты сами хотели у вас обучаться? Чтобы не мы их искали, а они вас искали? И это называется английском reverse psychology. То есть психология от обратного. Я покажу сейчас этот концепт как общую картинку. Детально будем прорабатывать с вами его позже. Но сейчас общая картина. Называется reverse psychology. То есть как сделать так, чтобы ваши клиенты сами хотели вас? Смотрите, а что если вы сделаете так, чтобы попасть к вам в тренинг, то есть к вам в работу один на один, нужно было квалифицироваться? То есть пройти квалификацию. Чтобы это не было просто так. Как можно сделать инжиниринг в ситуации, где не вы просите клиента прийти к вам в коучинг или консалтинг, вы будете помогать, а чтобы он вас попросил? И вот в чем меняется тогда интересная штука. До этого, до предложения. То есть до того, как вы предложите... Послушайте, это очень важная штука. До того, как вы сделаете предложение, человеку работать с вами один на один. Как вы можете сделать так, чтобы он до этого сам попросил вас помочь ему? Потому что когда это происходит, у человека в голове открывается сразу же чакр восприятия. Он сам ожидает у вас помощи. И вы можете приглашать ему что угодно. Консалтинг за деньги, любые услуги. Когда он сам хочет получить у вас помощь, вам все становится намного проще. И тогда, тогда вы людей, кроме этого, еще пропускаете через определенную квалификацию. Говорите, хорошо, давай для того, чтобы вы поняли, подходишь ли ты мне и сможем ли мы с тобой работать. Мы с тобой проработаем какой-то маленький этап. Я посмотрю и потом скажу, могу ли я тебя взять. И вы этим образом еще больше усиливаете его желание работать с вами даже за деньги. Но в то же время вы не пускаете его сразу же. То есть вы не показываете свою слабость к тому, что вы хотите его получить к первому клиенту. Как это может быть? Как пример, смотрите. Давайте с вами смоделируем пример. Может так. Например, вы делаете рекламу. Будем красно рисовать. Вы делаете рекламу. Например, рекламу в Фейсбуке. Вот рекламу в Фейсбуке делаете. Окей. Где написано? Где написано? Например, узнайте как. Как узнаете, как делать что-то. Соответственно, ваша целевая аудитория кликает по этой рекламе. Она кликает на этот баннер. Баннер это может быть в Фейсбуке, либо это реклама Яндекс, или Гугл, еще где-то. Вы можете делать бесплатно рекламу, соответственно, но вы можете делать платно. И вот, например, люди кликают по этой рекламе. Они переходят дальше на специальную страницу, которая называется страница приземления. И на ней, к примеру, написано. Хотите, я лично помогу вам сделать то-то-то-то-то совершенно бесплатно? Да. Несите ваше имя и e-mail сюда. Человек вносит. И, например, он получает первое письмо, где написано. Окей. Вот, к сожалению, я не могу сейчас вас взять лично, потому что у меня все забито. Несмотря на то, что я являюсь уже в этой нише кем-то, но у меня есть группа людей. Я не могу вас сейчас взять. Но взамен по вашей теме смотрите вам полезный и ценный очень PDF-файл. Прочитайте, я думаю, будет очень ценно. Что вы этим делаете? Вы человеку говорите, что ты можешь со мной работать. Перед этим есть разные интересные модели, которые называются pre-framing. Мы это тоже будем прорабатывать полностью в программе. Это то, как вы делаете инжиниринг в ситуации, где у потенциального кандидата уже о вас складывается определенное мнение, кто вы. И вы, точнее, это психологическая стратегия, когда вы можете сложить нужное о вас мнение у него в голове заранее. Понимаете? Вы создаете нужное о вас мнение у него в голове заранее. Приходя через эти все этапы, он уже от вас ожидает чего-то, еще не работая и не получая предложения, он уже имеет у вас определенное впечатление. И теперь вы ему говорите, нет, нет, подожди, я не могу тебя сейчас взять, ты мне не подходишь. Ну, то есть, не то, что не подходишь, нет мест. Но даете ему ценность здесь. Здесь создаете определенный ценный материал. И потом, к примеру, это происходит сразу же немедленно, сразу же в тот же день, когда он подписался. Но на день 3, к примеру, на день 3 или на день 2, мы с вами будем разные модели отрабатывать. На день 2 вы им говорите, да, потому что, поскольку сейчас у вас появляется возможность взять одного человека, вы открываете одно место в вашем списке. Для этого, чтобы вы могли с ним работать и понимали, сколько он подходит, сначала вы предлагаете ему бесплатную консультацию, к примеру. Бесплатная консультация, которая длится, может быть, 40 минут. Ну, к примеру, чтобы отсеять людей, вы говорите, ну, вам нужно сделать депозит 50 долларов, возвращаемый. И потом, соответственно, после консультации вы делаете продажу платного пакета. То есть, пакета услуг вашего коучного, который уже может быть более длительным. Это просто общая картина, общая модель. В нашем полном тренинге я дам вам на каждый этап скрипты. Кроме этого, у вас будут все эти штуки готовы, сделаны нами. То есть, мы для вас все сделаем заранее, чтобы вы прошли наш тренинг полностью. И наша задача, помните, какая? Мы хотим сделать фейерверк результатов. Мы хотим нашей академии встряхнуть рынок и показать, что такое высокий уровень работы как коуч или консультант. И как зарабатывать много, продвигая любимую нишу, ту, которая нравится. Поэтому это маркетинг. И, соответственно, вы научитесь работать с тем, чтобы клиентов получать сами. Это может быть очень быстрый способ, и их много моделей. И с тем, как сделать так, чтобы клиенты приходили к вам, и где вы создаете определенные разные ситуации, при которых люди сами хотят вас. То есть, ваша задача такая, чтобы вас хотели. Вот это главная задача. Тогда вы можете легко отбирать то количество клиентов, которые вам нравятся, и работать с теми, с кем вам нужно. Соответственно, четвертая штука, четвертая штука, это отношения с вашим клиентом. Отношения. То есть, здесь вы уже делаете упор на то, чтобы ваш клиент стал долгосрочным. То есть, вы делаете его долгосрочным. Долгосрочным. И как это делать, мы также обучаем, но ваша задача будет сделать здесь именно это. То есть, вы начали с ним работать, и вы не хотите делать одноразовую консультацию. И даже если вы делаете одноразовую консультацию, нужно понимать, как можно перевести это все в более длительный процесс. Намного проще иметь 10 клиентов, которые будут с вами работать год, и вы будете зарабатывать сколько вам нужно. И вам не нужно будет больше париться, искать там, быть как хомяк в колесе, бегать за новыми возможностями. Вы будете всегда постоянно зарабатывать. Вы будете всегда постоянно зарабатывать, работая с ними. Причем странная штука получается потом. Все больше и больше людей хотят работать с вами, и вы уже вправе отказывать, выбирать, перебирать так, как вам нравится. И пятая штука, это уже следующий уровень, здесь происходит следующее, вы развиваете свою личность и узнаваемость на рынке, в то же время вы поднимаете цену за ваши услуги, вы уменьшаете количество клиентов, если на первом этапе у вас количество клиентов должно быть больше, то есть цена меньше, а клиентов больше, на втором этапе вы повышаете цену, понижаете количество клиентов, но соответственно ваш доход, который вы зарабатываете, он увеличивается. То есть то, что вы зарабатываете, в итоге вы зарабатываете больше. Это происходит на пятом этапе. Тогда вы уже переходите на более профессиональный уровень практики, где, например, вы выходите с 50 долларов в час к 500, к 1000, вы берете уже 2-3 клиента в месяц, и вы себе работаете 5-6 в неделю, 4 часа в неделю, все свое время занимаетесь, чем вам нравится. И вы зарабатываете больше, чем вы зарабатывали в первой ситуации. Это пятый этап. И здесь вы уже можете дальше выстраивать определенную стратегическую практику. Вы зарабатываете, вы думаете, куда вы будете инвестировать теперь эти деньги, вы покупаете, может быть, недвижимость, что-то еще делаете, вы создаете новые проекты, вы, может быть, вы делаете целую империю коучную практики в вашей нише. То есть дальше вы уже приглядитесь с тем, как вам это нравится, как вам это подходит. Поэтому это те 5 этапов, которые вам нужно понимать для того, чтобы создать успешную практику. Первое. Понимание модели и развитие своей экспертности в нише. Если ее нет, значит, нужно ее создавать. Мы это тоже будем с вами проходить. И по экспертности, по развитию ее, у нас будет целый отдельный модуль. Второе. Это ваша аудитория, ваши идеальные клиенты и их сильные проблемы, которые вы можете решать. Понимание идеальной аудитории и тех, кто готов вам платить. Третье. Это маркетинг. Это, наверное, одна из самых основательных штук. Как вы создаете ситуацию, делаете инжиниринг тех концептов, когда клиенты хотят вас сами. Четвертое. Это отношение, то, как вы ведете коучинг. Эта тема очень большая. Мы тоже будем с ней работать. И здесь вы учитесь непосредственно вести клиентов так, чтобы они доходили к результатам и сами были готовы работать длительное время. И пятое. То, как вы масштабируете вашу практику, делать ее более... Вы постоянно выводите ее на новый уровень. Чтобы вы не застаивались. Вам же неинтересно получать 2-3-4 тысячи долларов все время. Вам интересно развиваться. Это пятый этап. То есть его тоже... Он тоже имеет очень большое значение в вашей практике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...